Раменский городской парк культуры и отдыха всегда был одним из любимых мест среди жителей. Без сомнений, это одна из важнейших исторических локаций нашего округа. Опытные проектировщики составили план, по которому парк преобразится и вернет себе облик XIX века. Глава Раменского городского округа и рабочая группа депутатов ознакомились с проектом. Работа очень большая. Почему? Потому что парк исторический, и заходить сюда с каким-то новоделом совсем глупо, потому что нужно сохранить эту историчность, ее приумножить, сделать парк благоустроенным, интересным для всех категорий жителей. Поэтому на рабочей группе обсуждается все, что новое должно здесь появиться. И когда сейчас мы систематизируем все предложения, которые звучали от депутатов, это рабочая депутатская группа, мы все их, в общем-то, выстроим, будет понятно, какие есть предложения и сколько это будет стоить. И мы на следующей неделе соберем жителей для того, чтобы они эту концепцию послушали. Как уже было сказано, наш парк является объектом культурного наследия, поэтому к проектировке нужно подходить особенно трепетно. В основу планировочной системы входит именно планировка XIX века. Мы хотели бы его сделать историческим, вернуть исторический портер, исторический облик парка. Например, одной из идей, которую предлагают проектировщики, является перенос музея современной военной техники. Его предлагают переместить ближе к набережной на площади Победы. Если мы посмотрим на исторический план, то как раз таки перед самым вот этим местом у нас располагается здание усадьбы, которое, к сожалению, на данный момент не сохранилось. Мы бы хотели сохранить историческую часть, и нам приходится принимать такие решения. Мы предлагаем перенести военную технику ближе к набережной, к площади Победы. Это будет логично, сделать комплекс цельным. А на месте музея проектировщики предлагают сделать исторический портер с прогулочной зоной. Так как здесь должно было быть здание усадьбы, мы предлагаем здесь разместить исторический портер. Сделать амфитеатры на склонах, которые вы можете наблюдать с одной стороны и с другой. Сделать такую прогулочную зону с цветниками, с посадками. Ну, в смысле, как исторический, классический портер, как раньше были перед усадьбами. Рабочая группа депутатов Раменского городского округа ознакомилась с частью проектной документации. Это только первый этап большой работы, который сделает городской парк лучше и красивее. А решающее слово будет за жителями. Сегодня произошла только первая встреча, где нам показали эскизы парка. Парк хотят вернуть в историческое направление. Изначально, конечно, выглядит все очень симпатично. Но главным, конечно, судьей это будут наши жители. Будут общественные слушания. И я думаю, что жители выскажутся. В предстоящих общественных слушаниях примут участие жители, которым небезразлична судьба Раменского парка. К этому вопросу планируют подойти вдумчиво и серьезно. Мы вообще в целом для себя выбрали такой лозунг «Парк – новое место протяжения». Это не просто лозунг или слова. Мы действительно строим работу, пытаемся как-то по-новому. Поэтому, конечно, мы пригласим всю общественность. Конечно, мы пригласим наш новый общественный совет. Мы разместим информацию на всех максимально возможных сайтах и пригласим всех желающих. И будем обсуждать это вживую. Планируем раздать опросники всем жителям, кто придет на наше обсуждение, с конкретными вопросами. Что они видят, какого они возраста, что требуется нашему парку. Дорожки ли это, или же больше детских площадок, может, спортивные зоны. И уже по результатам вот этих обследований мы уже, конечно, будем готовить финальный проект. Андрей Полстунов и Сергей Дружинин для программы «Городские вести». Продолжение следует...